Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мурат Бешенов, экс-первый заместитель министра обороны. Сейчас вы преподаете военное дело? Нет, военное дело как раз меньше. Я преподаю национальную безопасность, вопросы, психология. Но кандидат философских наук. Ну философия, кто-то сказал, наука наук, мы можем преподавать и математику, и медицину даже. Военные? Нет, почему военные? Все великие философы были физиками, математиками и медиками, между прочим. Медики тоже, да? Вот идет полтора года уже война в Украине. Никто, наверное, сначала не предполагал, что так затянется. Но некоторые эксперты сейчас говорят, еще на много лет она может продолжаться. Казалось бы, далеко, за тысячи километров. Вы сами служили в Украине, да? Да. Чем командовали? Тогда в то время на Украине говорили, сейчас в Украине, да. Когда я закончил академию в Москве в 1988 году, в 1988 году, вот. Я там немножечко спортом занимался, и чуть-чуть сердцем у меня проблемы были. Я должен был ехать куда-то туда, в Барнаул, это современные комплексы, передвижные, Тополь. Я там уже где-то в списках был. И, согласно генерал-лейтенанту Локтеву, генерал-майор Локтеву, начальник факультета, он говорит, Бешанов, чего у тебя со здоровьем, я говорю, ну вот, бегал за факультет на лыжах, бегал, я тогда хорошо, у меня разряд был там. И он говорит, давай-ка ты, сынок, езжай на Украину немножко, там старый комплекс, правда, старые комплексы, там уже все, там уже совсем старые комплексы, они уже сворачивались все уже. Ну, там послужили все-таки, там немножко такой курортный район, чем Барнаул, это туда ехать. Ну, я женой посоветовался, он говорит, конечно, Украина, тем более это Украина, это Коломы, это западная Украина, там все цветет, все, прям все есть. Европа. Европа, да, европейская все. Я тогда первое, что услышал, пани обращаются, гражданское население, вообще к мужчинам, к военным тем более, пани обращались там. Вот, и приехал старая дивизия, действительно, командир дивизии, помню, Каримов был, генерал-майор, узбек. Вот. Я ему не очень приглянулся, ну, мы встретились за, я смотрю, он каждый день играет в настольный теннис. А у меня разряд был по настольному теннису, и мы с ним начали играть. И, в общем, мы с ним очень хорошо сдружились, вот. И он мне говорит, оставайся, все, давай будем служить, все. Ну, и в то время начинается вот, это 98-м, я выпустил, 89-90-й год, вот это вот, желто-блокидные, тогда мы называли флаги. Вот, и трохи мне пришлось на украинском мове разговаривать, потому что я выходил, там, забастовки устраивали около дивизии уже, ракетной дивизии, штаба. Нам приходилось все это сглаживать. Но уже тогда, вот уже, уже тогда уже начиналось все это. Вот, и я никак не мог понять, в чем, почему москали, почему хохлы, вот это вот, это исторически тянется. Вот, знаете, вот исторически тянется, допустим, историю сразу, допустим, курдов и турок, это рассказать, это целая книга, правильно, да? Историю взаимоотношений взять, нас и узбеков, таджиков взять, вроде бы мы не говорим, но на самом деле она, это исторически идет какое-то вот противостояние идет, соревнования, противостояние идет. Это очень интересный феномен, вот, поэтому я вот думаю, что вот тогда уже, я уже понимал, что уже украинцы уже не дадут покоя. Уже развал идет, да? Уже развал союза идет, и вот эта вся история, я вот это застал как раз. Ну и ракетная дивизия, конечно, мы охраняли, нельзя допускать, они требовали оружие там, стрелковое оружие требовали уже тогда, уже приходили там, трехзубец такой, ворота тыкали. Вот это я застал период. Ну а потом я в Сумскую область, в Лебединку перевелся, там уже более-менее. Сумская, это восток, да? Да. Вот уже восток. Вот, ну, что сказать? Как сказывается вот эта полтора года уже война на Кыргызстане, например? А, на Кыргызстане конкретно? Ну, она, наверное, сказывается не только на Кыргызстане, но на общий, на весь мир. Конечно. Война, война, как россияне называют, специально операция военная. Ну что, мир просто, у меня такое впечатление. Сейчас, кстати, не хочется говорить, Сыкуля приехал, народ там отдыхает, море теплое. Я говорю, Сыкуль, там рыба, пиво. А здесь сразу, когда переход на вот такие тяжелые темы, конечно, не хочется говорить, но мы не только должны говорить, но принимать меры, потому что готовиться надо худшему, потому что, к сожалению, потому что просто даже в мыслях невозможно было допустить такого конфликта. И она все, этот конфликт носит затяжной характер, она втягивает все больше стран. Даже нейтралитет уже держать, чем дальше этот конфликт затягивается, чем нейтралитет держать очень тяжело, тому же Кыргызстану. Смотрите, уже недавно заявление сенатора США, прям такое жесткое заявление, что мы дождемся того, что Кыргызстану тоже санкции объявят. Уже против некоторых фирм компании объявили. Да, это частная компания, но все равно за все отвечает наш президент, но он ответил жестко, в общем-то, вмешательство. Ну, факт был, поэтому вот в этой суматохе, кому война, кому прибыль. Даже если ирландские детали от беспилотников попадают в Иран, а этот беспилотник попадает в Россию, да, в Шахедейте. Вот посмотрите, как... Глобализовано. Раньше называлась транснациональная корпорация, капитализм. Вот смотрите, это не остановить нигде. Где-то что-то не хватает, какой-то детали. Обязательно достанут, обязательно привезут. Я извиняюсь, немножко кашляю. Ну, я думаю, что она сказывается, она сказывается на жизни. Пани воюют, опять украинская, чубы трещат у холопов. Обязательно сказывается. И на ценах, на уровне социальной жизни. Вопросы миграции, возьмите, вопросы сбыта товаров. Все, везде проблема. Вот это меня удивило. Зерно, да? Да. Ну, когда это было, даже... Я скажу, что... Жесточайшее уничтожение 60 тысяч тонн, да. За один раз. Ну, может, у меня вот... У нас, я знаю, Нарен, у нас с вами чуть-чуть разные позиции, скажем, по Украине. Но, тем не менее, мы всегда сохраняем благоразумие, уважаем друг друга. У меня, я считаю, тоже друг, Жорж Кутлен, генерал, у которого у нас абсолютно противоположное мнение, да. Ну, тем не менее, человеческое отношение мы сохраняем. В отличие от политиков, да, мы сохраняем взгляды. Все это мы надо... Взгляд может быть разный, но уважение человеческое друг к другу должно оставаться всегда. Сейчас в обществе, и у нас даже, в Кыргызстане, я на Сыкуле был, ну, прям уже в маршрутке. Я назад ехал в маршрутке, ну, на юбилей ездил другу, но там в маршрутке заговорили об этом, и уже в маршрутке одна половина, там половина разделились. И искоса посмотрели на меня, вот этот очкарик что-нибудь скажет, я не ввязывался, потому что там было бесполезно. Противоположно, откровенно. Вы вот такие, вы вот такие, Россия фашизм, а ты бендеровец. В общем, вот это очень плохо, кстати, она может и незаметна, но разделение тоже идет, вот в общество разделение идет. Это вот я преподаю, я стараюсь не затрагивать эту тему, но приходится затрагивать. И всегда студенты спрашивают, а ты, очень важно, преподавая, а ты за кого? Вот, когда начинаешь так умеренно, как бы, середину золотого выбирать, их все равно не устраивает. Надо четко знать, когда задают вопрос, ты веришь в Бога или нет? Чего ты начинаешь там это? Они тоже сейчас прагматичная молодежь спрашивают. Ага, ты веришь в Бога или нет? Чего ты рассказываешь? А я там начинаю рассказывать, вы знаете, это вопрос очень сложный, там все, их не устраивает. Ты веришь или нет? То есть категоричный вопрос. Поэтому Кыргызстану мы небольшая страна. Вообще маленькая, не надо говорить. Мы достаточно все-таки по территории, достаточно страна, население, все компактно. Надо вообще не говорить, маленькая, мы слабые. Надо говорить, мы состоявшиеся государства, нам надо, конечно, вырабатывать свою политику. Мы должны вот в этом бушующем океане, как-то, конечно, надо находить какие-то пути, причем не стратегию какую-то выработать. Нет, стратегию у нас выработать не получится. Нам нужно ежедневно, и концепция на пять лет там какой-то не получается. Нам надо на полгода, на месяц ставить задачи. И каждый месяц, может быть, совмест надо собирать. Там проблемы, посмотрите, сколько проблем возникло тоже этим летом, начиная от воды, просто вода, вода, там, экология, мусор, электроэнергия, цены, продовольственная безопасность, вопросы миграции, вопросы территориальной безопасности, вопросы, смотрите, сколько моментально. Это компоновать, и каждый месяц уже с понедельника начинать решать вот этот вопрос, довести до конца следующий вопрос. Мы ничего не доводим, к сожалению, до конца. Берутся, не доводим. И всегда я в этом случае, когда у меня душа болит, как обывателя бишкекчанина, я иду, когда роют канал, трубы меняют, трубы меняют там 20-30 метров. А у нас, если брать по городу Бишкек, там около 100 километров трубопроводов, а меняет 100 метров, основной трубопровод никто не меняет, все подключаются к трубопроводу. Новые дома. Новые дома, да. А это уже там 65-70 лет этим трубам. Магистральные, которые... Конечно, конечно, это же... Весь город, мы стоим на полностью город, значит, за кольцовым трубопроводами. Вся эта система. И вся эта система, конечно, я вот просто предполагаю, я специалистов не спрашивал ни с кем, но просто если честно спросить, как там все это дышит, насколько еще хватит. Вот это меня волнует. Они уже исчерпали, наверное, да? Да, ну 70 лет. Что такое 70 лет? Поэтому, если какая-то стратегия, если стратегия по архитектуре города, если стратегия, как дальше, потому что такое сосредоточение людей в одном городе, который... Фрунзе ведь на 300-350 тысяч рассчитан давить был, не больше. Никак не думали, что здесь будет уже полтора-два миллиона. Но это я не знаю, кто-то говорит, я точно не знаю. Ну, то, что город-пригород уже около двух миллионов, здесь сосредоточение идет, конечно... Ну, не два, наверное, миллиона, но... Ну, пускай, ну, это же больше миллиона... Ну, что вы представляете, вот Кыргызстан, полностью территория свободна, а в Бишкеке, посмотрите, какой... Потому что люди вынуждены сюда ехать, искать работу, искать что-то на пропитание. И когда в Китае вчера получают автобусы, большие троллейбусы, автобусы получают, радуются, хлопают ладоши, а я думаю, это будет ли на благо города, если большие автобусы здесь-то проехать невозможно? Я сам за рулем езжу, да? Невозможно. Как это все... Все это продумано, все это по плану идет, все это... Вот, вот я думаю, что мы должны очень серьезно задуматься об устройстве города Бишкек, хотя бы Бишкек-Ош. Это, мне кажется, люди ответственные, есть за это ответственные, которые несут... И понесут ли они ответственность через 10-15 лет, это что-то случится. Если все-таки сейсмо-неустойчивая территория у нас, да? И вот хочется спросить, где у нас кто-то выступает по телевидению и говорят, вот что у нас делается четко, что у нас делается в этом вопросе. Я повторяю всегда, и читая лекции, всегда говорю, Ликван Ю, он всегда ставил четкие задачи. Мне в свое время, помните, план Чучхе назывался в Корее, там 4-5 задач ставились. Ну, это жесткие, правда. Опора на свои силы, жесткий контроль, жесткое преодоление вот этих трудностей. Даже исчисление календаря у них было свое, да? Но они же вышли, они же выжили в Северной Корее. Так ничего, они ничего помощи не брали, они осудили. Ну, пусть... Вообще, движение после Сталина, пусть в 1953 году, после смерти Сталина, многие страны начали отказываться, там от диктатуры, якобы. Ну, смотрите, в то время оказался, Ким Ирсен оказался прав. Жестко, жестко. У нас, я не сторонник там диктатуры, да? Но все-таки, что бы у нас не начиналось, как-то все потом как-то, как-то потом замывается, и все, и пропало. Объявляем год гор, объявляем год чего-то еще, и как-то нет ни итогов, ничего нет как-то. Вот не надо таким ставить фантастические задачи какие-то. Мне очень нравится идея Османа, ну, это же просто неосуществимый, просто неосуществимый план. Мы, может быть, эту идею кинули, но кто-то поможет, ну, надо хорошо просчитать. Если Назарбаев просчитал там, Астану, да? Они же просчитали до копейки. Все, просчет был. Политическая сторона. И экономическая, и все, и выгода. Все просчитали. Они привлекли не своих специалистов, а зарубежных. Здесь тоже похоже. Мне кажется, амбициозные задачи нужны. ну, не мозговаривали, но чуть-чуть нам бы решить вопрос внутреннее, вот смотрите, подготовка к зиме. Опять каждый год одно и то же повторяется. Внезапно наступает зима. она наступит уже лето уже пролетело ведь посмотрите почему нельзя собрать ответственных поставить задачу если улицу очистить надо быстро очистить все по закону положен тем более земля в аренду далее очистить проблемы каждый ларек это крепость какая-то каждый дом это какая-то крепость мне пословица нравится каждая лягушка мнит себя атомной подводной лодкой вы представлять вот невозможно еще решить в узбекистане ведь и к диктатура вот там все решили до ларьки убрали еще 15 лет назад никаких ларьков у нас до сих пор существует эти ларьки только в африканских странах только есть уже я думаю что надо мне кажется когда при решении задач благоустройства что касается жизни социальной жестко принимать решение надо население понимать что без жесткого решения вопрос потому что запустили 20 последние 20 лет просто запущена продажа аренда все переку перекупили продали все это сейчас конечно потуги идут очень мощный но опять хочется в рамках закон в рамках закон ничего не получается удар кулаком это удар опять по населению это возмущение вот эти противоречия каждый год одно и то же повторяется мне кажется просто обращение на главкома должен быть или президента должны понять вы бишкей должна обустроить сами раньше как-то субботника проводили с удовольствием ходил но сейчас тоже не знаю мне кажется не такие час как как раньше бы вот военное военном отношении достаточно вооружен кыргызстан на случай если вдруг произойдет вы что-нибудь вторжение например вот я сам как военный ну я всегда вот когда служил в вооруженных силах я вам честно скажу я не гордился что я офицер крыгызских вооруженных сил потому что я знал в каком состоянии вооруженные силы на какую бы должность не было там просто приходилось начинать вот с нуля вот во время министра обороны саков и смел сакович был он много делал очень потому что денег не было но он все равно всех поднимал хочет устроить мы из глины на крыг старый лайдан ли там сова или игорь и там салатка каши этого крыши там вот манны к этаже собирали нас показывали с одной стороны хоть что-то делать не сидеть там не плакать с другой стороны тоже позорище был из глины мы там ремонт делали там лайда казарма это ну там парк автопарки были казармы тоже потому что все разрушало все приходило негодность я сам начальника военного института был мы тоже с нуля все тротуары скамейки все у меня кузница была в институте там сами ковали заборы там чё разве можно гарантировать нет конечно я только благодарил аллах чтобы ни один солдат не получил травму у меня кстати не было ни одна травма потому что курсанты и не положено было работать все незаконно но что-то хоть делали опять мы построили сделали сейчас сессию поешь военный институт но это просто стыдно смотреть на все потому что должны специалисты строить должны капитально строить правильно до американцев это же построили полностью там конференц-зал и казарма она стоит уже 15 лет 20 современная шикарно хочу так укол меня не специалисты делают поэтому кое-что конечно делали я ничего не говорю что-то делали баткинские события вот 11 позавчера до 11 когда было вчера это уже вот 24 года прошло вторжение банформирование 99 году ну как-то мы не очень уделяем этой дате внимание хотя тоже пришлось хлебнуть фильм нашли наши правительства до конца ну ну показали все дыры все брешь все недостатки ну на второй год двухтысячном году уже исправились конечно но потери тоже сразу пятьдесят семь пятьдесят восемь человек потеряли раненые сейчас если от того времени считать уже более 150 человек от ранения все погибло это вот как-то никакие льгот ничего там почти ничего нет баткин сам ну такое отношение было такая вот тогда отношение поражен все он вообще же говорил что армия не нужно ну знаете сегодня я не хочу отговорить всегда почему-то современная всегда хвалят так далее ну я как философ критически отношусь ко всему как говорил один из философов сомневайся во всем но но сегодня реально ведь реально делается что-то не что-то а делается реально посмотрите как силовые структуры все обеспечения идет техника причем современная техника причем это закупается вы понимаете закупается о чем преимущество когда закупаешь ты любую там то ли барактора то ли панцире то ли вертолеты закупаешь ты им пользу это твое ты никого не спрашиваешь если тебе дарят китае или там турция для россии или американцы то там условия есть всегда когда тебе подарили туда можно среда не задать все у них ты только согласие можешь стрелять куда-то применять оружие это очень-очень принципиально и поэтому наш главком наверно понял это наверное кто-то умные люди доложили что ребят пока мы не приобретем свое мы не можем и посмотрите у нас сейчас ну я не хвастаюсь ну чем не хвастаться я пенсионер 68 вертолетов сейчас на крыле уже поставлен на крыло как летчики говорят ну не 8 и 8 мтв мишнас вот это очень многофункционально они даже вот сейчас в конфликте с украиной россияне самые функциональные хваленые к 50 к 52 они не так показывают себя боюсь как ми-8 мтв да а вот это у нас сейчас министр обороны молодой такой резвый новый министр обороны очень такой живой он наложит контакты из россии из турции с арабскими странами даже с ираном а у с узбеком казахами вообще я не говорю у него прям дружеские отношения представляете это это здорово министр обороны он он наверно в этом плане правильно делает вот я думаю что вот у сейчас учение с казахами предлагается нашему все что мы закупили все это надо испытывать надо реально у нас в октябре это не секрет процент большие учения с участием глав государств балычах учения о дкб может в рамках в дкб там для калихстан это будет очень знаковый сам какой-то ремонтный завод сделали до баллочи баллочи да это уже позапрошлым году россия оказала помощь ремонтный завод у нас очень много бронетехник который стоит еще давно советское время нам да все это ну вот посмотрите опять и украина россию старые семь старые танки старые это все можно привести порядок они действующие усилить там бронетехника инженерная техника все это подлежит ремонт и там с потугами правда ну надо специалист на тему там идет ремонт мало то что еще начинают сами готовить просто секрета тоже нет там с гашистой машины делал брони машины потому что она проходимость это гашистой машина она не сравнить там с бтр с бмп наши инженеры военные там думают делают ракет клада то чем ракет потому что конфликт с таджикистаном показал что все-таки человеческий фактор это важно очень но человеческий фактор должен иметь кунда украл волшк рикта причем современные это не только там бронетехника но сейчас война показывает что сейчас системы система авиации система всех эти беспилотная война система разведки спутниковая война это все все сейчас наших военном институте сейчас министерство обороны они полностью переворачивают на взгляд на 360 градусов потому что надо готовить совсем другой войне это не война там во вьетнаме или великой отечественной абсолютно другая война начиная вопрос от мобилизации заканчиваем готовили крыльстан к этому я думаю что у нас время есть надо готовиться потому что мир поменялся и война будет быстротечная и потери что-то небыстротечное на украине 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 я так предполагаю это моё чисто есть наверно я бы с удовольствием бы конечно это очень опасно одним глазком заглянул бы в рабочую карту герасимова там и посмотреть бы там план да может быть предполагать может там если россия действует восточном направлении до бахмут кельяновка там все вот эти вот то украина значит здесь действует на южном направлении да может быть в россии задача может быть оттуда окружить вытянуть украинцев стратегическая задача может быть так украинской карьковской направлении опять становится актуальным да 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 но если брать оттуда если вот эта линия фронта у них там явно на линии фронта где-то она проходит она немножко западнее проходит вместе харьков-темпропетровск запорожье николаев туда вот эту линию разлом брать то вокруг вот этого будет война ближайшее время кто-то говорит эксперты некоторые говорят что в этом году что-то закончится наверное я думаю не закончится потому что у американцев запада свой план есть я думаю что им выгодно затяжная война обескровить обезжирить россию в первую очередь украины их не интересует вот посмотрите каждое совещание каждой встречи зеленского стучит уже колокома трибуну говорит почему не помогаете а те цифры у 22 миллиарда оказываем 3 минутам вот уже больше уже реально уже начали помогать там вот они готовят сейчас миг-29 там танки бмп уже польша уже и на них никто не давит они у них тоже свои интересы есть но во всяком случае сейчас польша самое реально сам оказывают реально по технике реальную помощь оказывает польша что интересно вот и конечно это не потому что американцы не могут сразу оказать помощь сразу там быстротечную войну затеять закончить это все они откладывают на прием в нато украину они порционно все дают они ссылаются на то что специалистов надо готовить украинцев украинцы говорят давайте на территории украины готовить специалистов они не соглашаются то есть очень много вопросов есть значит причина того что запад заинтересован затяжной войне вот это американцев что американцы они на другом контенте находится очень интересно чтобы война напряг держать всю европу починить за одно себе и поэтому не все час странно тоже уже странно ощущают экономическом вопросе и так далее то есть и германия франция испытывает тоже свои трудности но несмотря на это они будут затягивать поэтому я думаю что война в этом году и нас еще год не закончится и что интересно что интересно любая война как это перспектива любая война заканчивается столом переговоров знаете нет никаких никаких шансов нет никаких рычагов чтобы а как сядут какие условия арабы пытаются там конференцию строят там собрать страны и что я конференция любка пиногене и где-то турция тоже пыталась там посредником не уступает турция потом вынуждена была за нато все таки они все равно за нато будут какие рычаги какие условия путин выдвигает фантастические условия украина все вернуть и так далее то есть коса на камень здесь вот это меня очень как-то волнует то что нет перспектив никакой какие условия какие хоть как-то кто может выступить китай не будет выступать индия тем более не сможет кто и только и только какие-то сверх какие-то усилия американцев если россия пойдет на уступки какие-то она не пойдет вот понимаете тупик вот тупик просто это какой-то коллапс это тупик мирового масштаба где должны петку чтобы мудрые лидеров там политических нет раньше были лидеры данном там кольт там там де гольд там черчилль соли сейчас и лидеров то нет вот таких чтобы сказать ребята давайте заканчивать давайте найдем какие-то крючки может хватит вот поэтому к сожалению это будет за война затяжная затяжная к сожалению затянется это мои предположения вот на своем подхода и самое главное что ружье висит когда на стене она должно выстрелить сожалению есть еще ядерное оружие вот вокруг которого разговора идет и посмотрите как я вернув легко говорят сейчас ну то что там средний ракет начините ядерным оружием пострелять вот чтобы не пострелять это страшно это просто страшные как ракетчик военных говорю это просто тогда катастрофа будет мировая она будет безвозвратно все будет это одна ракета только с ядерным начиненная там пускай там если одна тоже пойдет и уже пойдет другая там все сейчас космоса все американцы отслеживать не дай бог сейчас какая-то ракета одна по взрыву определять что это начиненное ядерным оружием все это достаточно это достаточно до кнопки достаточно одного слова точно также одним словом конфликта раз одним решением поэтому не знаю поэтому нам криво станом как-то будем надеяться чтобы все таки это все к миру приведет нам надо свои проблемы решать вывозить мусор решать зиме готовится да вот сожалению это простые слова но у нас обыватели это волнует очень и у меня на душе неспокойно я допустим мы с вами прошли какую-то жизнь бы очень интересная жизнь была у дети как дети будущих детей вот это волнует больше всего спасибо большое у нас гостях был мурат бейшенов x 1 заместитель министра обороны и кандидат философских да да спасибо всем большое до свидания спасибо спасибо спасибо